Добрый день всем участникам и всем слушателям. Мы продолжаем наше чтение книги Манитул «Тайм и евреям». Я просто хотела для начала сегодня, перед началом урока, поделиться тем, что я сегодня немного услышала от одного ученика Манитул, человек, который преподавал книгу «Тайм и евреям». Я с ним обсудила этот вопрос, насколько вообще язык точен. Безусловно, конечно, он не стопроцентно точен в отношении передачи сути, как она была в переводе с французского языка на еврей, то, что делала Дориэла, оно не стопроцентно. Как она поняла, как она смогла перевести – это все влияет. Тем не менее, он подчеркнул, что именно эта книга «Тайм и еврея» наиболее близка к подходу Манитул. То, что тем временем, после уже Гавриэла, некто выпустил еще, сейчас уже девять книжек, там у меня есть шесть, называется «Медраж Бесоды Афахейм», трудно перевести, «Тайние противоположности», «Медраж в тайне противоположности» может быть. Там есть интересные моменты, но вот то, что Рабзей сказал, что человек очень неаккуратно относится с контекстом. Он выдергивает разные мысли из разных мест, и то, что может быть похожее когда-то делали ученики Рава Кука, когда они составляли книги из дневников Рава Кука, они собирали книги, они брали какую-то тему и собирали разные его высказывания. Но тогда это делалось все-таки под контролем, под утверждением самого Рава Кука. Вот в этих книгах, как говорит Рава Кука, он берет из разных мест вещи, в которых он рассматривает вещи под разным углом, и они не согласуются друг другу. Ну, в общем, он говорит, я этому человеку, который занимается выпуском этих книжек, я с ним уже спорю на эту тему, ничего не получается. Но вопрос в том, что, конечно, мы должны считаться с ограничениями перевода. Во-первых, это двойной перевод у нас то, что есть. И если где-то что-то не складывается сто процентов, то это можно грешить или обвинять переводчиков, что они не до конца осознали. Сначала, может быть, Габриэла не все правильно поняла, и везде правильно передала именно французский подтекст. Потом мы с Сауей, может быть, не всегда сто процентов. Поэтому, так сказать, некоторые извинения по этому поводу. Теперь вернемся к нашему тексту, в котором мы говорили о раскаянии и о том, что раскаянии трудно. Мы продолжим сегодня разговор о раскаянии, поскольку это один из ключевых моментов, который действительно очень характерен для иудаизма. И не то, что его не существует в других религиях. Оно существует, но существует по-другому. И именно еврейский характер, он очень важен в данном случае, и он определяет во многом исключительность еврейского подхода. И в продолжении, то, что мы в прошлый раз не закончили этот параграф, тут говорится, что прежде всего требуется честность, чтобы признаться в игре, и смелость, чтобы признаться в игре. Вообще, честность и смелость – это какие-то совершенно универсальные необходимые принципы. Человеку быть честным. Одной из самых страшных вещей, которые происходят, это ложь. Например, Ермиял, его главная борьба, которую он ведет в свое время перед трагическим концом, драматическим концом Израиля и уходом в изгнание, завоеванием, уходом в изгнание, это борьба против лжи, против лжепророков и вообще против лжи в принципе. Эта вся книга построена на этом, это очень видно, очень заметно при летальном разборе против лжи, которыми люди угодно сами себе и другим. И понятно, что вообще это необыкновенно сложно быть честным. поэтому весь наш мир называется альма-де-шикра, то есть мир лжи. И одна из целей, я думаю, человечество – избавиться от этого, нужно прекратить обманывать самих себя и быть честным во всем, не только с другими, и с собой. Потому что это вещи, безусловно, связаны. И раскаяние задействует этот механизм. Когда ты вынужден осознать свой грех, ты для этого должен стать честным самим собой. А иначе это не происходит. Если ты понимаешь, что кто-то на тебя обиделся, приходишь к нему и говорит «Извини, Рабинович, извините». Это не работает. Ты должен понять, где ты в порядке, что у тебя внутри неправильно. Один из примеров, мне кажется, того, насколько люди не могут выдержать честность с самим собой, это то, что народ Израиля не мог слышать «Голос Всевышнего». Потому что, когда ты присоединяешься как-то к высшим мирам, к «Голосу Всевышнего», это открывает тебе истину в той или иной степени, не знаю в какой. Так, как истина открывается пророку во время. И если она несовместима с твоим представлением, которое живо, ты не можешь это выдержать. Ты не можешь, это разрушает тебя. И они говорят «Пускай Муше говорит с Богом, а потом нам перескажет». Это будет уже, так сказать, не знаю по-русски такого слова, да, к лишине, да, так сказать. Второй сосуд. Нет такого выражения похожего на это. То есть уже во втором пересказе, оно не так явно, не так больно, не так демонстративно, ты можешь это вынести, ты можешь с этим жить. С одной стороны, да, ты религиозный, а с другой стороны, ты тут немножко соврал, там немножко изменился. И это для этого еще нужна смелость, естественно. Потому что найти смелость, чтобы стать честным, это нужно, так сказать, себя разрушить в каком-то смысле, это страшно. Без признания греха раскаяния невозможно. Иногда для того, чтобы направить человека на признание его греха, требуется страдание. Иногда. Когда человек спрашивает себя «За что мне это?», это уже начало человека, может быть, начало человека, если он спрашивает. Я знаю одного человека нерелигиозного, сын которого стал религиозным. Когда отец очень тяжело болел, и он всегда очень был против того, что сын стал религиозным, это его расстраивало. Но когда он тяжело болел, он спросил сына, скажи, вот ты религиозный, за что мне эти страдания? Я был хорошим человеком. Вопрос можно задать, да, но не всегда это начало раскрытия. На каждом этапе дается отсрочка. То есть у человека есть время. Время – это то, что нам необходимо. Прежде всего и больше всего. И это основа милосердия, когда тебе дается время. Пока не заканчивается долготерпение Всевышнего, а после этого общество и каждый отдельный человек предстают перед судом в соответствии с мерками с мерками абсолютно истины. Тогда вот ты уже будешь судиться с судом истины. Я не очень поняла, почему здесь это замечание. С лингвистической точки зрения язык писания описывает сам процесс рассказа «шува» – «производная откова шин вавгей». Возвращение. Шав, шава. Необходимо вернуться, чтобы исправить грех. Хет. Хет и тали – это означает промах, промахнуться мимо цели. То есть хет всегда подчеркивается, что это ненамерение нарушения. То есть промах. Когда говорится о намеренном, используются другие слова. Пэшн. И сам хет, он получается так, что он требует расстания. Почему я, собственно, по ошибке согрешила? Я думала, что можно тратить. Или я не знала, что это не мое. Или что-то еще в этом роде. И все это происходит из-за того, что что-то в тебе неправильно. Такое у меня впечатление. Как ты думаешь, Андрей, что это стоит добавить? То есть, что если человек как бы случайно промахнулся, значит, у него есть какое-то глубокое на уровне убеждений, да, или на уровне знаний, информации, какие-то ошибки. И их нужно исправлять. Да, видимо, так, я думаю. Это не настолько очевидно. Но когда он здесь говорит о том, что шувам и хатаим, на самом деле, да, хет действительно связывается с… и раскаяния, оно связано с ненамеренным грехом. Да, например, человек, когда он ненамеренно согрешил, у него есть возможность искупления, он приносит, когда есть храм, жертву, которая называется хаттар. Как это по-русски сейчас у меня вылетело из головы? Жертва повинности? Повинная жертва, да. А если он совершил это намеренно, он может раскаяться, но никакая жертва тут не проходит. Жертва не приносится за намеренное преступление. Это, так сказать, не то, что не работает шува, но она работает совсем по-другому. И она иногда… Искупление, как по Рамбаму, во всяком случае, по-моему, если, так сказать, ты больше меня изучал Рамбам, искупление возможно только смертью, конечно. Как бы человек не раскаивался. Есть известная такая история про Раде… Раде… Дорде, я, по-моему, забыла. Раде… Дорде… Он был ужасный развратник. На самом деле, очень интересно. На самом деле, не написано, что он нарушал субботу, или что он даже занимался блудом с чужими женами, там, что называют прелюбодиями. Просто был известный развратник. То есть это, как бы, в Талмуре считается тоже ужасно, потому что он все время искал наслаждение женщины. И ему сказали, что есть какая-то женщина, что-то очень далеко, прошел сколько-то горы, рек и так далее, добрался до нее. И она ему в конечном итоге сказала, что у всех есть раскаяние, кроме вот тебя. И он вдруг, когда вот он в этом месте оказался, с этой женщиной, которая берет какие-то безумные деньги за свои услуги, который деньги ему принес, и все, он вдруг, когда до этой точки дошел, он вдруг осознал, где он и что он. И там длинная история, как он шел, ушел в какую-то долину, сел и стал просить помощи у всех. Ты знаешь это, Медра? Я им пересказываю очень больно. У луны и солнца, у горы и рек, у всех, что помогли ему раскатиться, они говорят, у нас самих есть задолженность. Мы сами должны, правда, сидеть за себя, мы не можем быть ходатайными. И тогда он понял, что все зависит только от него, и больше не от кого. И он опустил голову между коленами и умер. От глубины раскаяния. Это очень такая трогающая задушина драж, которая показывает, до какой степени человеку нужно осознавать свою, свой грех теоретически. И вот, ну, это образ, на самом деле, так сказать. Можно задавать вопросы, а почему не сказали, что он был убийца или там. Чему как бы ему приписывают такой, не такой уж сильный, с точки зрения иудаизма грехов, что он просто был мальчик легкого поведения, такой плейбой. Это отдельный вопрос. Но это как книга и архетип раскаяния очень важно. И иногда передъем кипура, может, когда-нибудь просто сделаем по этому медражу уроком занятный. Есть еще очень похожая история с Алишей Бонобой, но там он не раскаивается. Я не знаю, почему так. Очень похожий параллель. Ну, ладно. На этом месте, наверное, остановимся. И перейдем к следующему разделу, который был у нас заглавлен. Трагическая концепция в сравнении с еврейской концепцией. Как уже упоминалось выше, он просто здесь подводит итог. В мировой реальности перед нами предоставят две противоположные концепции времени и судьбы. Трагическая концепция. Прошлое закончено и запечатано. Настоящее продолжается там, где мы находимся. И будущее фатальное, потому что все, что было раньше, оно определяет то, что будет. Что я могу сделать? Прошлое, еврейская концепция. Прошлое – это дано. То есть это исходная позиция. То, что, говорится, дано в задачах по математике. Это то, с чем мы работаем на самом деле. В настоящем – возможность изменений. То есть оказывается, что я живу в этом настоящем, имея за спиной, я не знаю, как у нас говорится, целый рюкзак всяких скорпионов. И я могу что-то изменить. Он не пришпилен, я не пришпилена к нему сто процентов. И будущее, соответственно, с этим может быть изменено. Это вот концепция раскаяния. Согласно еврейской концепции, время можно изменить и перевернуть. И это делает возможным существование нравственности в еврейском понимании. В еврейском понимании концепция нравственности может устоять только тогда, когда к ней присоединяется концепция рассказа. Как мы уже говорили, согласно правилам Тары, возможно чудо превращения прошлого в будущее и будущее в прошлое. То, что отразается в святом языке с помощью переворачивающего вала. Только при таком представлении о течении времени существует возможность свободного выбора. И, как следствие, его подлинное нравственное ответственность. Останови на секунду. И... Напротив того, кайнерская концепция, рассматривающая время как естественный, совершенный, замкнутый и запечатанный круг, в котором нет ни малейшей надежды на изменения, это положение, исключающее любую возможность свободного выбора. Сожаление или раскаяние. То есть, есть в этом какой-то парадокс. Как-то нет свободы выбора. А вот так нет. Что я могу выбирать? Я закончена. Я такой, как я есть. Я не могу измениться. Главная, оказывается, суть свободы выбора в том, что я могу изменить себя. Так, мне кажется. Еще следует отсутствие какой-то нравственной ответственности. Насколько я не могу измениться, я не меняюсь, то и ответственности я не могу нести. Я такой, как я есть. Что вы от меня хотите? И я помню, когда-то в детстве, когда меня родители ругали, я им говорила вот такую вещь. Зачем вы меня ругаете? Вы меня такой родили. А мне папа говорил, нет, мы, говорит, родители хорошие. Я говорю, ну знаешь, вы меня плохо воспитали. Он говорит, нет, каждый человек сам себя воспитывает. Это у меня запечаталось там с возраста 5 лет приблизительно. Я знаю, что человек сам себя воспитывает. Это то, что, вообще говоря, несет нам еврейский подход жизни. То, что ты должен сам себя воспитать. И ты, так сказать, ты рождаешься для этой цели. Это концепция в соответствии с которой Каин выбрал прожить свою жизнь. И такова же концепция греков в их трагическом видении мира, и христиан с их магическим мировоззрением. Магическое мировоззрение имеется в виду потребность в Сыне Божьем, как в посреднике несет в себе магический элемент. Это вот то, что он имел в виду. То, что необходимость в посреднике, это не просто, что посредник – это важно и хорошо. Иногда и у нас тоже нужен посредник. Человек приходит к Рэбе советоваться по каким-то своим делам. Рэбе может помочь. Иногда к хатистскому Рэбу тоже есть некоторый элемент какой-то магии. Но, тем не менее, невозможность того, что человек может обойтись без посредника, что он необходим, что мир, люди не могут сами себя спасти, они не могут сами измениться. Должен быть кто-то со стороны и, так сказать, сделать им за них всю работу. А я – нет, я чего? Я таким родился. Меня таким воспитали. Я ни в чем не виноват. Ну, это такое вот ощущение. На этом, поскольку нет сегодня Макса, можно будет, когда он будет, поговорить об этом. Потому что это действительно непростой вопрос. И, фактически, насколько я понимаю, почти ничего христианство не придумало само. Все оно взяло из аудаизма. И оно как-то, так сказать, по-другому складывается. Когда-то, я не помню, мы это читали в Маниту, или это я просто слышала от его учеников. Я уже сейчас не помню, как все раскладывалось. Он приводил пример. Мир, как некоторые рассыпавшие мозаики или зеркало. Много разных кускус. И каждый народ, каждая культура раскладывает их каким-то не всегда правильным образом. Не получаются сложные картины. И наша задача их – сложить правильным образом. Если те же самые компоненты сложить по-другому, получается другая картина. Так что, например, даже концепция этого спасения, она существует в аудитории. Шимон Барби Хай. Он говорил, я мог бы искупить человечество сегодня и до будущего. А если бы со мной мой сын, то мы вообще бы сотворение мира и до будущего. В времен искупили бы все. Мог бы, но он этого не сделал. Но идея такая была, что один человек может действительно принести искупление каким-то. Но этого не сделал, потому что… О, Максим пришел, оказывается. Как вы думаете, стоит обсудить сейчас вопросы по поводу христианства? Ну, если Максим на связи, мы как раз хотели обсудить восприятие христианства Рава Машкенадзе. Макс, ты с нами? Прости, пожалуйста. Я так опоздал просто ужасно. Я только-только присоединился. Я не слышал, о чем говорили. Мы как раз к этой теме подошли. О-Ко? Поэтому можно сделать сейчас некоторую остановку. Действительно логичную, по мне, данной ситуации. И разобрать немного, во всяком случае, твоих ощущениях, в чем Рава Машкенадзе неправильно понимает христианство. Я сейчас не врублюсь. Ну ладно, тогда нет. Прости, я боюсь, что я немного испортю тебе сейчас урок. Я не могу собраться с мыслями. Прости, пожалуйста. Нет, все прекрасно. Можно в другой какой-то, можно собраться в другом количестве, в другой компании, просто обсудить это где-то. Мне все равно, так сказать, я готова выслушать и подумать, что на это можно ответить, и, может быть, даже посоветоваться с кем-нибудь по этому поводу. Так что все опции открыты. Я просто сейчас говорил как раз о том, что христианство очень много взяло из иудаизма. Не то, что там совсем другие элементы. Это те же элементы, но они немножко расположены по-другому, склеены по-другому. Другой вес у них. И в какой-то момент это переходит границу некоторую, которая, на самом деле, разделяет чистым эминтеизм от, скажем, христианства, и изменяет некоторую форму мышления христианского в принципе, насколько я понимаю. То, что, вообще говоря, невозможно. Не то, что и вообще невозможно. Человек может раскатиться теоретически. Я понимаю, что в христианстве раскатывание то, что существует. Но вот этот принцип необходимости Спасителя, он очень проблематичный. Знаете, есть, может быть, у меня такая проблема, но есть сложность с вмешательством Всевышнего в ход истории. То есть, если бы... Как это сказать? В чем у меня возникла сложность? Если у человека есть возможность, то я подумал, по идее, логично было бы, чтобы евреи сами вышли из Египта, сами пришли в Израиль и сами дошли до Торы. Но потребовалось определенное вмешательство Всевышнего в ход истории. То есть, исход из Египта, казни и дарование Торы на Синаи. И в христианстве есть тоже такой момент. То есть, в принципе, все могло бы развернуться само собой. Но возникла такая необходимость, что пришлось вмешаться. И там это воспринимается тоже так. Просто там момент другой. Я понимаю, да, это интересная параллель. Но, тем не менее, да. Но тут мы как раз находимся в точке, так сказать, возможности раскаяния, которая действительно особенная в иудаизме, способность изменить прошлое, способность человека изменить себя и изменить мир, которая в христианстве, я думаю, тоже существует, но она не существует в такой... То есть, Всевышний взмешивается. Я понимаю, у него свои планы на мир. Но это не освобождает человека от раскаяния. Он не спасает его. Я вспомнил еще один момент, который мне показался странным. В христианстве вот этот вот момент, когда Всевышний вмешивается с точки зрения христианин. Не говорю, он был или не был, но просто для них он существует. Когда Бог вмешивается в историю, он не, как это сказать, не освобождает человека от раскаяния и не делает для него как бы шару такую. Хотя есть такое впечатление у людей. Там нет шара, там просто человеку объясняют, чего стоит Богу терпеть человеческое поведение. И каким образом он его сносит. То есть, чего это стоит? Тебе показывают стоимость. И из этого ты можешь сделать вывод, хочешь ты как бы последовать сделанному предложению или не хочешь. Там как бы нет элемента, который мне показалось существует для Рава Ашкинази. Шаровость там в принципе отсутствует. Там нет элемента, что за тебя… Это шаровость. В смысле, что с тебя снимает ответственность. Там нет элемента снятия ответственности. Там есть очень жесткий элемент, что наоборот призывы к ответственности. И призыв этот заключается в том, что тебе показывают, чего стоит как бы Богу терпеть, если ты будешь продолжать в том же духе. Мне показалось, что с точки зрения Рава Ашкинази есть в христианстве какие-то моменты, что тебя оправдывают в твоем поведении. Но там это вообще существует. Никакого оправдания твоего поведения там нет. Ну, как сказать… А оправдания там и нет. Но спасение есть, искупление есть. В иудаизме без раскаяния этого всего вообще нет. А там каким-то образом есть. Ты не раскаялся, допустим. Но все равно есть что-то, что тебя прощает и искупляет. Я как раз приводил пример с искупительными… Повинной жертвой, да. Человек, который грешил сознательно… Он не может просто это. У него нет такой опции. То есть искупление – оно необходимо для человека тем или другим способом. И нет ничего внешнего… Ну, на самом деле, конечно, тут, я думаю, все не так примитивно. Есть тонкость. И, действительно, для широкой публики объяснение разницы, оно выглядит несколько примитивным. Возможно. Но мне кажется, что оно как бы отражает некоторое все-таки сильное различие в представлении. Я не думаю, что раз плохо знал христианство, потому что он все-таки учился в Сорбонне, он там долго жил в христианской среде во Франции и как бы философией занимался. И тем только нет. И поэтому вряд ли он плохо понимает это. Ну, вообще говоря, я попробую спросить у Рава Узеля, что он думает по этому поводу. Может быть, в следующий раз я вам смогу дать более детальный ответ. Может быть, нет? Да, это было бы очень замечательно. Ещё, естественно, проблема с христианством в том, что оно очень многопластовое. Ну, то есть это не как бы не одна такая линия, которая длится две тысячи лет, а она очень такая битвистая. Это понятно. Это, так сказать, любое живое учение, какое ни возьмёте, оно так устроено. Нам приходится, так сказать, обобщаться, чтобы как-то подчеркнуть, вычленить, обострить разницу мировоззрения. И она существует реально. Она существует, потому что модели разные. Как и у христианства, и у иудаизма. Модели разные. И мне ты тоже писал, что именно модель, она очень сильно влияет на отношения между людьми, прежде всего. Поскольку, так сказать, она проецируется из отношения человека с Богом, проецируется на отношения между людьми. Ну, это отдельный момент. Да. Знаешь, что мне кажется, самая такая вещь, которая, мне кажется, из моего прошлого бытия христианского, что самая, ну, как это сказать, не то что нехорошее, но проблематичное, что произошло в христианстве. Там произошла очень тонкая подмена одного понятия. То есть, мне кажется, из-за этого и разошлись, в принципе, в те ранние времена евреев с христианами. Потому что было подменено понятие единства народа и что такое народ. Что-то, ну, то есть, очень аккуратно подменили еврея на… Не слышно меня? Не-не, все в порядке. Это у меня, видимо, переводится интернет. Я слышу, да. Подменили понятие избранности, подменили понятие народа. И как это… Понятие евреев даже, грубо говоря, подменили. И мне кажется, это была самая сильная, ну, как это… Ну, да, но… Под ножках. Я понимаю, что ты говоришь, но надо понять, как это повлияло на концепцию, на модель и так далее. Понимаешь? Потому что, вообще, чисто формально не совсем понятно, как это должно повлиять. Из-за этого на поведение, на функционирование, на все остальное, как это влияет. И это вот как раз ключевой момент. То, что Рава Ашкенази говорит, он вычленяет какие-то моменты, которые, может быть, не 100% характерны. Не для всего христианства. Не в такой, может быть, форме. Но они, действительно, они существенно тут различаются. Понятие раскаяния, все же в гудаизме, христианство, оно его сместило. Ну, я так думаю, несколько другого. То есть, сама идея появления Спасителя, она необходимости в той или иной форме, она меняет структуру раскаяния, меняет подход к нему, меняет основы какие-то. У меня такое ощущение, но я еще попробую обсудить это. Ну, будет замечательно. Вообще, с другой стороны, у меня у самого немного сложность с понятием «чувы», я тебе честно скажу. Я уже сколько лет... Работе легко. Мы с этого начали сегодня урок с того, что это сложно и почему это сложно. Да, это действительно непросто. Я пыталась объяснить, почему человеку трудно быть честным самим с собой, и почему это страшно, почему это сопряжено иногда со страданиями и прочими. И это, в общем, ни для кого не легко. Неважно, на каком месте в жизни человек находится. Всегда ты понимаешь, что ты не сто процентов. Это даже касается самых больших правильников. Ничего себе. Ой, я могу просить, Андрея, чтобы ты продолжил читать. У нас не так много времени осталось. Мне кажется, это важный разговор. Мы еще, особенно в нашей группе, я попробую, так сказать, поговорить с самым зрением. Спасибо тебе за общение. Так, продолжим. И Каин действительно выбирает второй вариант. Он отказывается от рабственной свободы выбора и отказывается брать на себя ответственность за свой грех. Несмотря на это, Бог дает ему отсрочку на семь поколений, что доказывает долготерпение Творца и его милосердие ко всем делам своих рук. Между поколением Каина и поколением Лемеха проходит семь поколений, в которых снова и снова дается шанс на исправление и спасение человечества. Каждое из этих поколений могло бы раскаяться, вернуться и реализовать божественный план творения. Однако, как следует из рассказа Писания, человечество в каждом из этих поколений решало не использовать предоставленную ему возможность и не идти по пути нравственности и братства. Таким образом, человечество раз за разом терпело неудачу, несмотря на многочисленные возможности, предоставленные ему для исправления искаженным. Именно потому, что задача, возложенная на человечество, которая представлена в рассказе Писания, очень сложна, человек в качестве компенсации получил способность искупить грех и раскаяться. Человеку был дан божественный закон. Однако, вместе с ним человечество заранее получает возможность раскаяться и вернуться. Однако, когда упорство становится привычкой, второй натурой, человек теряет способность к раскаянию. Как сказано, тот, кто говорит «я согрешу и раскаюсь, согрешу и раскаюсь», тому не дают возможности раскаяться. Привычка к греху и неспособность человека к раскаянию – это самые страшные наказания. Человек, не усвоивший идеи искупления и раскаяния, не способен также принять нравственный закон. В человеческой истории знакома культура, которые не приняли идею искупления и раскаяния, и в результате также не приняли нравственный закон и превратились в культуру насилия. Мораль объясняет это так. Люди изначально были созданы по образу, то есть со способностью к свободному выбору между добром и злом. В процессе истории человек пал по собственному выбору, отказавшись от свободы выбора, и тем самым подчинился естественным законам мира и попал в созависимость от сил природы, судьбы и астрологии, которые считаются идолопоклонствами. То есть получается, что выбор человека состоит в том, чтобы сохранить эту свободу, либо потерять свободу, стать рабом подчиняющимся законам природы. Получается, что вот эту свободу, ее нужно постоянно как бы подтверждать своим выбором каждым мгновением. Либо человек падает в это рабство. Да. Когда все идет по накатанному пути, народы мира являются частью естественного потока мира действия, который сам по себе не является негативным. Тогда они называются семьями земли. С другой стороны, народ Израиля принадлежит миру, выходящему за рамки природы, миру, находящемуся над землей. Язычники занимаются идолопоклонством, чуждым служением, которое в своем источнике не негативно, а просто чуждо для народа Израиля. Народы мира так же, как и... Здесь не имеется в виду нарушение запрета, да не будет у тебя других богов помимо меня. Имеется в виду это запрета долопоклонства, которое запрещено. Термин чуждое служение относится к культу разрешенному неевреям, но он чужд запрещен для народа Израиля. Имеется в виду, как в книге Малахи упоминается, «Ибо от восхода солнца и заката его велико имя мое среди народов». То есть они поклоняются тому же Богу, но они поклоняются ему другими какими-то не совсем правильными способами. «И в каждом месте воскурение и предношение имени моему и дар чистый, ибо велико имя мое среди народов, сказал Господь Слава». Радак комментирует это место так. «Велико имя мое среди народов, хотя они служат небесному воинству, но признают меня, знают, что я первопричинен. Но они служат им, так как считают, что они могут быть посредниками между мной и ними». По сути, это посредничество, это проблема чуждого служения. И наши мудрецы, трактат Меноход, говорят, что они называют его Богом богов. Также у раба Хука в книге «Урод» подготовка к божественной идее заложена открыто и скрыто, прямо или искривленно, во всех сердцах человечества, в любых его частях, семьях и народах. Она порождает различные религии и верования, общественные порядки и обычаи, которые, в свою очередь, ведут ко множеству великих дел с огромной силой в жизни народа человека. То есть, понятно, на самом деле, мне кажется, что имеется в виду, это необходимое такое пояснение, потому что здесь не имеется в виду поклонение к другим богам, что оно запрещено действительно другим народам, а имеется в виду поклонение Всевышнему, но иногда с какими-то, так сказать, вариациями. Да, извини, что я прервала. Народы мира? Непонятно. А что тогда вот это самое служение, которое разрешено народам мира? Ну, например, скажем, мусульманство теоретически разрешено, наверное, народами. Это не такое служение, которое, так сказать, было бы идеально. Это там, где они враги Израиля, безусловно, это грех. А, так сказать, почитать их Всевышнему таким образом, каким они и делают, это не запрещено. Поэтому и разрешается входить. И молиться в мечети человек может, то есть молиться еврейскому. Говорите, что он находится в мечети в таком причине. Есть такое разрешение. Тут не совсем понятно с посредниками, на самом деле. Насколько посредники разрешены, запрещены. Есть сильная очень дискуссия, разногласия по поводу того, является ли христианство и долпоклонством для неевреев. По большинству все-таки мнение, оно таки является долпоклонством для неевреев. Хотя есть и другие мнения, но это очень, так сказать, расплывчиво. Ссылаются на некоторые комментарии. В общем, это отдельная тема. То есть я не хочу в нее глубоко влезать. Я не знаю точно, что тут имела в виду. Это же не слова, мы не то. Это комментарии Габриэла. Может быть, она как раз думает, что это не является долпоклонством, в частности, христианство для неевреев. Я не знаю. Но так иначе могут быть разные служения. То, что вот говорится в Малахи, что люди знают всего, что они ему поклоняются. Потому что у них есть какие-то странные обычаи и странные способы, может быть, не совсем правильные, совсем адекватные. Поклонение это не время, как бы, мечтать. Такая моя оценка, как говорится. Точнее, как я уже сегодня говорила, мы не совсем точно, может быть, понимаем иногда, что в свое время хотел сказать монету на лекции, поскольку это двойное еще к тому же. Ну и Габриэла не всегда может быть... Непонятно, что здесь имеется в виду. Нет, но я думаю, что одна часть понятна. Что могут быть служения, которые, в общем-то, не лучшие, так сказать говоря. Одно дело в Нейнох, которые принимают целиком Тару и еврейскую традицию. А другое дело, какие-то другие народы, которые далеки от Израиля, понятия не имеют о нем. Но, тем не менее, у них есть какое-то представление о Всевышнем. И они по какому-то мусору приносит жертвы какие-нибудь. Не совсем выскоряют, не знаю что. Не совсем по тем правилам, которые предписывает еврейская традиция. Вопрос в том, если мы берем монотеизм, какие-то формы монотеизма, к которым пришли народы сами. Так во времена Малахи такого же не было. Тогда было язычество, уклонялись богам каким-то. И он же про это говорит. Иначе про что? Там даже не было мусульман, скажем. Я не уверена. Там где-то было, например, в нашем регионе. Это требует отдельного исследования. Например, в эпоху Судя еще, говорит, когда... Ну, кто-то бывал с Малом, да? В эпоху Судя. Нет, в эпоху Судя. Нет, в эпоху Судя. Сын, как там, скажем... Ой, вот ведь старость не радует, что мне вылетает из головы. Одну секунду, ладно? Если никто не помнит, то... У которого имя Бааль, да, еще было? Как там... Ярубааль, что ли, был? Не-не-не-не-не. Нет, Ерубааль, это... Гедеон. Да. А это... Он был сын другой женщины. Игут Бара... Гора... Минзианы израилевы... Это сын Гедеона, да? Одну секунду. И... Ярубааль, Гедеон... Так. Нет, может быть, это как раз он и есть, да? Нет? Гедеон? Ну, это же евреи, да? Мы же говорим про народы. Секунду. Я сказал Господь... Там Фракмош говорит. Он... Тоже... Вел переговоры, там... Другой... Она ему сказала... Вот что такое... В память... Ладно, не будем это самое... Такой я вообще совсем... У меня уже будет... Так, ну... Дальше, да, пойдем. Да, короче, когда он там с ними, так сказать... Ему сказали... Сначала его сыновья... У него было семьдесят... Может быть, семьдесят... Семь... Нет. У него были сыновья, которые его выгнали, и он... Присоединились к нему всякие другие... И... А потом, когда на них... Его позвали, и он стал... Главой и стал... И воевал с ними. Это не Гедеон. Это сын его? Сын, да. Ну, как его звали? Ну, короче, в общем, он сначала ведет переговоры. Это как бы... Образец переговоров, который надо вести. Это само по себе очень интересная судья. И просто у меня сейчас... Господь... Не знаю. Короче, там в процессе переговоров он говорил... То, что тебе твой бог хмош дал, это твоя территория. То, что мне мой бог дал, это моя территория. Если, так сказать, мой бог дал мне возможность тебя победить... Короче... Это был один из пунктов переговоров, которые он вел. Но просто это свидетельство о том, что, так сказать, это известно. Божество, может, как хмош. Да. То есть у них тоже был монетеизм, на самом деле. Монетеизм, то есть другой бог там существовал, но... Как бы другими параметрами, может, по-другому изображался и так далее. Другому ему служили. Ну, и опять же, вот этот вот самый Белам, да, скажем. У него, так сказать, не было такого служения, как в Израиле. Он был как-то против Израиля, но, опять же, у него было, так сказать, откровение от бога. То есть это реальная личность, неизвестно. В то же время, когда описано выход из Египта, он существовал, Белам. Вы знаете, да, что это реально существовал, пророк, да? Есть кто? Вот Белам, да? Про Беламы? Нет, не слышно. Есть такой археологический... Посмотрите в Википедии. Нашли, так сказать, в некотором доме на стене, там, разрушен. Собрали его, как мозаику, это его пророчество там. Там, как раз, имеется в виду пророчество Белама. Немного соответствует тому стилю, которым Белам говорил в Израиле. Не то, что там есть еще что-то. Ну, в самом себе интересно. Это стоит поинтересоваться, почитать. По-русски, кто вот, не знаю. Надпись Белама, может быть. Ну, как это применяется к древним надписям, не знаю. Это, само по себе, вообще все интересно. Но, так сказать, есть вариант, что народы... Среди народов есть вера во Всевышний. Иногда, параллельно, скажем, и в Израиле есть иногда служение другим богам. С этим ничего не сделаешь. И, безусловно, оно гораздо больше расстранено среди других народов. Но, параллельно этому, есть еще и осознание того, что есть Всевышний. Так или иначе. То есть, у них есть, кроме того, и долопоклонство было в вина Михаил. Но, кроме этого, есть и вера во Всевышний. И это как раз, вот эта вера, это поклонение, оно им разрешено. То, что оно совмещается с чем-то другим, это, конечно, не разрешено. То есть, я думаю, так надо понимать. Оно чуждо для народа Израиля. Так, мы посмотрим, что будет дальше. Народы мира, так же, как и Израиль, восходят своими корнями к Адаму. Однако, когда они отрезали себя от свободного выбора, от абсолютной нравственности, они таким образом превратили образ Бога, заложенный в их внутренней природе, в образ человека. Тем не менее, человека наказывают не за склонность к греху, а за его повторение его, за упрямство и излишнюю приверженность к греху. Слихот, особые молитвы с просьбой о прощении, мы говорим, прощают раз и еще раз. Человеку, который согрешил дважды, прощают. Однако, судьба того, кто в третий раз продолжает грешить, определена, так как он становится грешником, который грешит снова и снова, и ему уже не дают раскаяться. Грех вошел у него в привычку. И действительно, раскаяние наиболее трудно тогда, когда грех для человека стал обычным. В третий раз грех становится второй натурой. Человек и его грех – это одна сущность. И все же искреннее раскаяние человека может быть принято даже в последние мгновения его жизни. Как вот этот человек, который там это развратничал. Да, 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 да. И там вот это еще не конец. Там об этом говорится, что после этого вышла голос с неба Батколь, который сказал, что раби такой-то, не просто по имени Баткольнборде, приглашается в жизнь в будущий мир. И там еще добавление, что раби. Раби Наси плакал и говорил, не только они достаются будущего мира, но еще и называют их раби, потому что он не был раби в жизни. Но вот такова сила раскаяния, что от нее он умер, что она поднимает его очень высоко. Каин настранился от своей ответственности за грех, тем самым, по сути, отказавшись от свободы выбора и от возможности раскаяния. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли и от лица твоего я скроюсь и буду шатающимся с китайцем на земле. И вот всякий, кто встретит меня, убьет меня. Этот отказ неизбежностью приводит Каина к жизни и в рамках законов жесткой и замкнутой природной схемы, системы, которая функционирует в соответствии с мерой суда. В этой системе его жизнь сейчас находится в реальной опасности, поскольку естественная система работает по принципу мера за мер. То есть получается, у человека есть выбор, когда он продолжает грешить, чем больше он это повторяет, тем больше он этот выбор теряет. Но тем не менее, если человек даже в глубине греха поверит в то, что у него есть выбор, что у него есть ответственность, а значит, возможность раскаяния, то он может все перевернуть. Вот это вот сила выбора и сила ответственности человека. Чего как раз нет, если он это слагает, перекладывает на кого-то другого. Так, с того момента, как Каин убил человека, пролитие его собственной крови разрешено. И поэтому Каин начинает бояться за себя. В комментарии на этот стих Раши говорит, «Всякий, встретивший меня, убьет меня, относится к скоту и зверям, ведь еще не было людей, которых бы он опасался, но только его отец и мать, но только его отец и мать». И он не боялся, что они… Акосевать только были бы. Ну да, то есть он боялся животных. Сказал он, «До сих пор страх передо мной был на всех зверях, как сказано, и страх перед вами будет на всяком животном земном, и на всякой птице небесной. Теперь же из-за этого злодеяния звери не будут бояться меня и убьют меня». Тотчас и поставил Господь Каину знак, возвратил зверям страх перед ним». По комментарию Рамбама, «Но следи, чтобы я не получил наказание больше, чем ты мне назначил. Так как я буду кочевником и скитайцем, и не построю я себе нигде дома и оград. Убьют меня звери, ибо твоя тень защита отошла от меня». Когда Каин решает… Немножко другой комментарий, да, потому что он теряет божественную защиту, а Параша, он переходит под… Ну, в общем, это похожая вещь, да? Переходит под действие природных законов. Да, так кажется? Ну да, собственно, построить город – это же тоже уход от природных законов. Это граница, да. Отгородиться от природы, а значит от зверей вот этих. И это как раз человек может сделать там. А он утратил образ человека и стал там скитаться среди зверей. Когда Каин решает влиться в природную трагическую систему, он принимает на себя её законы, отказываясь тем самым от любой прямой моральной ответственности за свои действия. В результате он не только сам спускается с уровня сына человека на уровень естественного человека, подчиняющегося законам природы и времени, но и весь окружающий его мир меняется соответственно. Медраж, на котором основаны комментарии Раши и Рамбана, подчеркивает, что поскольку отношения между человеком и животными изменились, животные начали нападать на людей и перестали бояться человека, который должен был властвовать над ними благодаря своему более высокому нравственному уровню. Соответственно, Каин, убийца своего брата, теперь начинает бояться животных. Земля, которая была проклята в результате Адама, теперь проклята в семь раз больше. Ведь естественный мир впадает в состояние хаоса, весь естественный мир впадает в состояние хаоса и ждёт своего спасения, тремясь к нему ещё сильнее. Отказавшись от концепции сожаления и раскаяния, Каин также отказался от своего образа и пал несравнимо ниже того уровня, которого мог бы достичь, если бы он только сделал другой выбор. И вот вопрос, который возникает сейчас. Сможет ли потомство Каина исправить то, что Каин испортил? Смогут ли потомки Каина спасти человечество и поднять его из того низкого места, куда оно попало в результате убийства, совершённого их отцом? Да, ну мы уже как бы знаем, спойлер даже и Рав нам сказал, что не смогут, но покроме этого Рав всё время нам говорит, представьте себе, что вы ещё не знаете продолжения. Может быть, может быть, всё ещё возможно. То есть все опции открыты. Может быть, потомки смогут что-то сделать. Потомки Каина, потомки Адама. А, нет, сначала будут потомки Каина в следующей главе, да? И потомки Каина в следующем разделе. А потом потомки Шерта. Ну, на этом мы сегодня остановимся. Спасибо большое, что вы были с нами. Я попробую поговорить с Равом Узеем, может быть, на следующей неделе. А если нет, то, может быть, когда будет возможность. В Сомиши там бывает мотание, я полностью смогу. Спасибо. Спасибо вам, всем, кто были. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Мы вот продолжаем жить несмотря ни на что. Хотя у нас все получилось. Сказал бы, как хотелось бы, но будем надеяться на лучшее. Так вот, я удерживаюсь от того, что комментарии какие-то говорили по поводу того, что у нас это неправильно, это неправильно. Мы стараемся, мы делаем очень много, на самом деле. Я не склонна считать, что мы тотально ошибаемся, вот как у Натан. Он такой, у него характер такой более критический. Просто у нас стиралось питание. Ну, ладно. Спасибо, до свидания. Увидимся. Хороших новостей. Хороших новостей. Хороших новостей. Спасибо.